Эта дорога ведет на Ла Парву. Это место, откуда люди обычно делают хайки на пломы. А я остановился здесь, вот в этом месте, потому что здесь можно поймать, если проголосовать хорошо, машину, которая туда меня может привезти. Но есть еще другая причина. Вот этот желтенький домик принадлежит к некому еврею. И узнал я об этом совершенно случайно. Значит, сперва я здесь побеседовал с одним мужиком, велосипедистом, который оказался немцем. Он здесь живет 6 лет, вот, и никак не может здесь устроиться. За 6 лет он поменял 5 работ, очень интеллигентный выглядит человек. Вот, и он компьютер-энженер. Собирается вернуться в Германию. Там у него, говорит, никаких проблем с работой нет. Пока мы с ним беседовали, вышел из соседнего дома. Вот, по-моему, вот этот дом, вот отсюда, только он, так сказать, немножко там за деревьями спрятался. Вышел очень пожилой, красивый мужчина. И говорит на хорошем английском языке тому, что без шлема нельзя кататься на велосипеде, потому что, так сказать, это незаконно в Чили. А тот говорит, я, говорит, не чилиец, поэтому мне, говорит, можно. Но мы с ним расстались. А я начал беседу с этим хозяином дома. Он поливал там траву. Оказалось, что он немец. Я ему говорю, слушай, а ты не почувствовал, что вот тот, с которым ты только что побеседовал, он немец? Вот. Он говорит, нет, не почувствовал. Ну, и мы с ним разговаривали. Оказывается, так сказать, он здесь уже 20 лет на пенсии. Он 34-го года рождения. А в прошлом он был шеф-повар. Шеф-повар, так сказать, в ресторане, который находится как раз на пути в Мендозу, в отеле, который находится на высоте 4000 метров. Ну вот, он там проработал тоже много лет. И даже книжки написал о том, как нужно вкусно готовить. Старик оказался очень интересным, очень бравый, очень энергичный. Он знает несколько языков. Значит, немецкий, английский, испанский, итальянский и еще что-то знает. Ну, мы с ним поговорили. Он мне говорит «Си юн дэ чёть». Я говорю, слушай, говорю, а что это такая за фраза «си юн дэ чёть». Ты сказала предыдущему джентльмену также эту фразу. Откуда она происходит? Он говорит, а вот я когда работал в отеле, вот там, наверху, в Андах, у нас, говорит, хозяином ресторана был американец, бывший, так сказать, морской пехотинец. Вот, и он всегда со всеми прощался. Си юн дэ чёть. Я ему говорю, слушай, говорят, непременно должно быть связано с другой фразой, которая происходит от евреев. Next year in Jerusalem. Он говорит, может быть, но американец был русский. Американец, так сказать, это был американец. Я говорю, ну, может быть, он, говорит, был американский еврей. Но этот старик живо на это отреагировал. Говорит, вот, говорит, я не знаю, какое у тебя отношение к евреевству, но вот в этом, говорит, желтеньком доме, вот здесь, говорит, хозяин его еврей, говорит, с таким толстым пузом и в кипе. Такого особой симпатии он к нему не выразил. Вот. А потом мы, значит, с ним стали прощаться. Говорим, ну, ладно, я буду в ресторане. Может быть, от тебя кому-то привет передам. Он говорит, я думаю, что вряд ли ты кого-нибудь там уже найдёшь, что меня помнит, но имя дал Эрик Шуман. Я говорю, ну, Шуман – это просто запомнить. Вот, имя Эрик – это тоже несложно. Он говорит, да. Ну, вот я говорю, проверь спеллинг. Я стал писать. Эрик Шуман, он меня поправил, значит, SCH, как у немцев. А потом говорит, double N. Я говорю, а почему double N? Он говорит, потому что, говорит, если одно N, то это еврей. Вот так мы, значит, мы с ним поговорили, с этим приятным немцем. Ну, пора прощаться с этим местом. Может быть, приду еще раз.